Дорогие друзья, коллеги, я рада вас приветствовать от имени Российской Ассоциации Франчайзинга на этом высоком собрании, форуме. Мы имели честь присутствовать на пленарном заседании. Конечно, тот уровень внимания, тот уровень ответственности, представленности, который был сегодня уже с утра и на обходе, и на пленарном заседании, конечно, вселяет уверенность в нас, как в бизнесменов, что это действительно стоит первым пунктом на повестке дня у органов государственной власти. И, конечно же, тот факт, что такие ведомства, как Совет Федерации, уже на протяжении многих лет эту тему развивает, и в том числе социальное предпринимательство, и в том числе социальный франчайзинг, для нас очень значимо и важно. Это для нашего бизнес-сообщества очень серьезный сигнал о том, что последует и в дальнейшем не только внимание, но и конкретные меры поддержки, на них можно рассчитывать, и это, безусловно, создаст более благоприятные условия и привлечет к этому виду деятельности наше сообщество, наших предпринимателей. Ну а сегодня, позвольте представить вам со-спикеров наших, это такой бомонт франчайзингового, наверное, сообщества и сообщества пассионарных деятелей в сфере социального предпринимательства. Я прямо вот слева направо, чтобы никого не обижать, и я очень рада, что здесь представлены и Москва, и регионы, и разные виды по отраслям франчайзинга. Ирина Абрамова, руководитель Центра инновационной и социальной сферы Республики Башкортостан, человек, который давно и много занимается как социальной сферой, так и сферой франчайзинга. Достаточно долгое время именно в этом регионе Ирина была нашим полномочным представителем. Не могу не похвалиться в президиуме таким спикером, как Евгения Белонощенко. Это легендарная пара, сооснователь сети Baby Club. Евгения расскажет, конечно, про свой бизнес сама, но, безусловно, вот та роль, которая уделяется в развитии образовательной сферы со стороны этой семьи, привлекает внимание как к франчайзингу, образованию, социальной сферы, так и к семейному бизнесу. Ольга Блудовская, президент Subway Russia. Мы знаем, как много компания Subway делает для развития инфраструктуры, в том числе общественного питания в регионах, для создания рабочих мест. Это одна из компаний-пионеров во франчайзинге, и мы наслышаны, знаем и свидетели достаточно активной благотворительной деятельности, которую компания проводит в нашей стране. Поэтому я очень рада, что Ольга приехала к нам из Санкт-Петербурга для того, чтобы поучаствовать в нашем заседании. Юлия Жигулина уже практически член команды франчайзинга, наряду с тем, что и социального предпринимательства, и общественная организация, вы знаете, прекрасно, это исполнительный директор фонда «Наше будущее», фонда, который очень много делает для развития социальной сферы в нашей стране. Светлана Василенко, директор по развитию компании «Гемотест». Компания, которая, конечно же, является уже компанией по лабораторной диагностике шаговой доступности практически во всех городах нашей страны. Компания, которая активно развивается. И, конечно, немаловажная роль руководства непосредственно Светланы, которая еще, могу вам сказать, на протяжении последних нескольких лет ведет очень активную деятельность в участии в различных конференциях, посвященных социальному предпринимательству, женскому предпринимательству. Поэтому не сомневаюсь, какие-то интересные факты и практические рекомендации в этой сфере мы от нее получим. Ну и, конечно, Юлия Богушевская, генеральный директор «Франчайзинг Интеллект». Это давнишний член нашей команды и ассоциации франчайзинга. Можно абсолютно с полным правом назвать эксперт по франчайзингу, человек, который активно занимается образовательной деятельностью, занимается разработкой франшиз, человек, который на протяжении многих лет тоже воспитывает, в общем-то, целые плеяды франчайзеров и франчайзи. Ну, после такого, видите, неформального, но в то же время высокого представления наших спикеров, чтобы как-то вас познакомить, я возьму на себя право сделать первое такое, да, наверное, базисное выступление. В дальнейшем мы планируем нашу секцию как выступление от спикеров. И, естественно, вы можете готовить вопросы. Я думаю, что время нам позволит, и мы сможем ответить на вопросы как во время сегодняшнего заседания, так и после секции. Спасибо. Я пройду тогда туда. Ну, я знаю, что, и я очень рада тому, что у нас все наши заседания, наши, нашего форума, форума социальных инноваций регионов записываются, транслируются, и это, на самом деле, тоже масштабирует нашу с вами деятельность, потому что наряду с тем, что мы можем с вами свободно общаться, взаимодействовать, наше общение будет транслироваться по всем регионам нашей страны, и те, может быть, возможности, и те рекомендации, которые мы сегодня выработаем, в том числе или резолюции, будут также обсуждаться на, как говорится, границах всей нашей великой Родины. Поэтому я, безусловно, наряду с какими-то практическими вещами, все-таки такие базисные, важные для франчайзинга пункты обязательно обозначу. Развитие социальной сферы считается ключевым фактором развития государства и общества в целом. Мы с вами это знаем. Я думаю, что здесь все находятся те, кто так или иначе связан с социальной сферой. А давайте поднимем руки. Вот кто связан с социальной сферой здесь в зале? Видите, все. Продумаю, почти 100%. А кто из вас занимается предпринимательской деятельностью? Вот так, чтобы я поняла. Занимается. Кто планирует заниматься предпринимательской деятельностью? Задумай. Наверное, после секции вы определитесь. А кто занимается франчайзингом? Кто уже сейчас имеет отношение к франчайзингу? Но видите, я думаю, у нас огромный потенциал здесь с вами. То есть мы сможем убедить в действительно интересе нашего направления, потому что самое главное, что здесь аудитория, которая знает, что такое социальная направленность. В развитом обществе забота о социально незащищенных слоях населения, детях, инвалидах, людях преклонного возраста ложится не только на плечи органов государственной власти, но и на плечи граждан, готовых разделить с государством ответственность за реализацию социальных проектов. Мы с вами это знаем. Социальное предпринимательство, в свою очередь, это особый вид деятельности, находящийся именно на пересечении благотворительности и бизнеса. Он предполагает извлечение прибыли и ее реинвестирование в решении либо смягчении таких актуальных проблем в обществе, как снижение безработицы, усиление защиты прав граждан, защита окружающей среды, улучшение качества жизни. По сути, социальное предпринимательство – это деятельность социально ориентированных бизнесов, которые способствуют, как мы считаем, воспитанию, образованию, развитию детей, молодежи, сохранению и улучшению здоровья населения, ведут к здоровому образу жизни, активному досугу семей, представляют уход и социальную адаптацию категории лиц, которые нуждаются в этом, обеспечивают выпуск социально значимой продукции. Мы знаем с вами, что социальное предпринимательство, закон вот-вот он будет принят и так далее, терминология достаточно сложная, но все больше приходит именно к такой дефиниции. И сегодня, в том числе на пленарном заседании, мы слышали от руководителей министерства, ведомства по образованию, по медицинскому направлению и так далее, как трепетно они относятся именно в своих отраслях к социальной направленности. Франчайзинг является оптимальным инструментом для развития в России сферы социальных товаров и услуг, позволяющих быстро и качественно масштабировать успешный, проверенный практикой социальный проект на значительной территории, наиболее эффективно, используя финансовые и человеческие ресурсы. Вот это очень важный фактор, что франчайзинг позволяет уже успешные бизнесы масштабировать и создавать возможности на одинаковых стандартах представлять бизнес уже финансово успешный. То есть идет речь о значительном снижении рисков. В мире широко распространен аутсорсинг социальных услуг. В некоторых странах законодательство предусмотрено значительной долей социальных услуг в госзакупках. Так, во Франции доля частного капитала в социальной сфере составляет 50%, в США – 70%, в Германии – 93%. В России на частные предприятия в социальной сфере приходится порядка двух-трех, по некоторым данным, максимум до 5%. Соответственно, для нашей страны в этом секторе открыты достаточно широкие перспективы. И сегодня у нас секция по франчайзингу, поэтому я каждый раз буду говорить именно об этом, и во франчайзинге особенно, поскольку это то направление бизнеса, которое позволяет все эти вопросы решать наиболее защищенно и безопасно. В указе президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года значатся задачи по увеличению малого и среднего предпринимательства, увеличению экспорта, развитию социальной сферы. Механизм франчайзинга можно рассматривать как систему акселерации в решении всех этих задач. Это не каждый инструмент ведения бизнеса может позволить решить сразу практически, ну не целиком, но во многом, национальные проекты. То есть речь идет об увеличении МСП за счет социального франчайзинга, который в свою очередь может позволить купированию существующих социальных проблем в обществе, а востребованные на международном рынке модели, несомненно, можно будет экспортировать в страны зарубежья. И такой опыт у нас уже есть, и в том числе представленные сегодня спикеры могут об этом рассказать, как успешно идут уже экспорты как в страны ближнего зарубежья, так и в страны Европы и Азии. В настоящее время в России существует более двух тысяч франчайзингов концепций. Что интересно, что идет увеличение за последние несколько лет в разы, в пять раз, и по числу количества концепций, при том многие из них активно работающие, и мы не говорим ни о лжефраншизах, ни о каких-то недобросовестных франшизах, мы говорим о существующих моделях. И из них 67% представляют собой именно российские национальные бренды. Это, в свою очередь, позволило создать порядка 60 тысяч предприятий и более 600 тысяч рабочих мест. Что очень важно, и эти цифры я обязательно должна вам предоставить, что ежегодно происходит неуклонный рост, порядка 15%. Это соответствует мировым тоже оценкам. Около 15-19% в мире идет увеличение франчайзингов, в некоторых странах поменьше, 10%. И в прошлом году у нас отмечен рост достаточно мощный, это говорит о такой достаточно интенсивной уверенности, в дальнейшем росте 19%. Социальный франчайзинг также демонстрирует внутри франчайзинга активный рост. При этом в целом составляет 20% примерно от франчайзинга в общем. Мы уже эти цифры всегда вам представляем, что где-то до 85% франчайзинга выживают в течение 5 лет, в то время как другие бизнесы, ноу-нейм, не более 10-15%. Следует отметить, что социальное значение франчайзинга заключается не только в его эффективном применении и в социально ориентированных отраслях, таких, как, я повторюсь, потому что по-разному к этому относятся, медицина, образование, уход за старшим поколением, спорт, экология, успешное решение именно инфраструктурных вопросов, создание широкой сети предприятий шаговой доступности как в столичных, так и в отдаленных регионах, также серьезная заслуга социального франчайзинга. Безусловно, очень важно и нельзя, в общем-то, переоценить возможности создания посредством франчайзинговой модели большого количества новых рабочих мест в различных отраслях несырьевой экономики. Именно социальный франчайзинг способен обеспечить надежной работой граждан, которые в силу изменений структуры рынка, кадровых сокращений, исчезновения целых профессий, и это будет дальше увеличиваться, мы с вами это понимаем, возрастных ограничений при приеме на работу, не смогли реализовать свой трудовой потенциал. Роль франчайзинга значима в решении вопросов молодежного предпринимательства, предпринимателей серебряного возраста. И здесь очень важно, что франчайзинг предоставляет возможности обучения, образования, то есть можно переквалифицироваться достаточно легко, не платя и не преодолевая какие-то серьезные образовательные преграды и барьеры, за счет образовательных модулей и возможности компаний-правообладателям. Учитывая, что в дальнейшем правообладатель или франчайзер будет следить и контролировать качество предоставляемых услуг, создавать таким как бы аудит, то можно говорить о том, что уровень будет так или иначе в дальнейшем тоже образовательный поддерживаться. С каждым годом мы отмечаем стабильно возрастающий интерес к социальному франчайзингу, как со стороны предпринимателей, так и со стороны государства. И сегодня мы это видели, и я думаю, что я отдельно об этом скажу обязательно, как активно происходит сейчас взаимодействие с органами государственной власти. И это не случайность, это не дань моде, это не тренд, это просто необходимость, которую как бы вот, как такое хорошее окно возможностей сейчас реализовывается. Понимая значимость и потенциал малого и среднего предпринимательства, государство стало делегировать часть своих полномочий по развитию социальной сферы, именно сообщество малых и средних предпринимателей, оказывать административную и финансовую поддержку социальным предпринимателям в различных регионах страны. Вообще-то можно сказать еще и то, что франчайзинг дает возможность развития индивидуальным предпринимателям, в то же время создавая сеть. И это прекрасная возможность в какой-то степени быть уверенными в взаимодействии с крупными сетями, которые являются где-то монополисты и крупные компании. То есть за счет вот такой синергии работы малых бизнесов, которые входят во франчайзинговую сеть, в том числе магазинов и так далее, есть возможность совершенно гармонично взаимодействовать в бизнесе, в различных отраслях с крупным бизнесом. В настоящее время в более чем 30 субъекте Российской Федерации созданы центры инновационной социальной сферы, и многие получают субсидию для осуществления своей деятельности, но об этом, наверное, мы услышим тоже сегодня. Со своей стороны российские общественные организации, такие как Российская ассоциация франчайзинга, агентство стратегических инициатив, фонд региональных социальных программ «Наше будущее», Российский государственный социальный университет, многие другие, активно занимаются и популяризацией, и продвижением социального франчайзинга. В частности, мы создаем и организовываем всероссийские конкурсы, лучший социальный проект года, который в очередной раз был реализован в этом году, социальный франчайзинг, и в рамках форума по франчайзингу, Всемирного форума по франчайзингу, который мы проводили, уже второй год успешно был проведен конкурс социальных франшиз и также молодежных франшиз. Это на самом деле очень важно, потому что посредством таких конкурсов выявляются практики, лучшие практики, предприниматели чувствуют уверенность и поддержку, и дальнейшее развитие. Про конкурсы еще несколько слов я потом обязательно добавлю. Дальнейшее развитие социального франчайзинга будет способствовать, безусловно, повышению доступности качественных социальных услуг, сокращению регионального неравенства, повышению прозрачности, стабильному росту эффективности социального бизнеса. Франшизы, в свою очередь, решают ряд социальных задач, вместе с тем они должны быть прибыльными. Это не просто какая-то датируемая организация и так далее, это бизнесы, поэтому они должны быть обязательно прибыльными. В то же время мы понимаем, будучи прибыльными, если тот или иной бизнес не прибыльный, он закрывается. Это как бы законы бизнеса, законы рынка. Но мы понимаем, что многие социальные бизнесы, они несколько менее маржинальны, чем другие несоциальные бизнесы, в силу ряда причин. Например, то же самое кафе, досуговое, если оно не имеет алкоголь или какие-то другие, оно будет менее маржинально, но оно предоставляет серьезные, хорошие услуги по время проведения целой семьи, развлекательные центры, где опять-таки детская сфера задействована, они могут быть менее прибыльными, чем развлекательная сфера в клубах и так далее. Тем не менее, я не буду сейчас входить в каждое отдельное направление. Мы с вами понимаем все здесь, все социальные так или иначе работники. Значимость этой сферы, необходимость для предпринимателя быть прибыльными, и, соответственно, этот пазл сходится. Государству это интересно, поэтому определенные меры поддержки для продвижения, для развития могут быть предоставлены, и мы на них очень рассчитываем, и сегодня об этом тоже, в общем-то, говорили. Я несколько раз сегодня упомянула о том, какое взаимодействие происходит с органами государственной власти, что мы, в общем-то, очень настроены положительно, потому что последние несколько лет мы видим интересы и интенсификацию в этой отрасли. Должна с вами поделиться, что конкретно, и как мы общаемся, потому что сегодня здесь представлены у нас бизнесмены и общественные организации. Правительство Российской Федерации. Это, в первую очередь, Министерство экономического развития, с которым проводится очень плотная работа, есть понимание. Мы активно взаимодействуем, проводим стратегические сессии, очень рассчитываем на такую достаточно конструктивную работу центров бизнеса. Там уже активно с этого года тема франчайзинга задействована, и уже предлагаются каталоги франшиз, и поддержки по проведению конференций, выставок и так далее. Мы очень рассчитываем, что будет создана правительственная программа по поддержке франчайзинга. В этом вопросе мы, безусловно, являемся со своей стороны как общественной национальной организацией инициаторами, и очень рассчитываем, что Министерство экономического развития через какое-то время предложит, и эта программа будет принята. Это даст серьезный очень импульс для развития этого направления у нас в стране. Министерство промышленности и торговли. Не могу не поблагодарить данное ведомство, потому что на протяжении уже многих лет Министерство промышленности, непосредственно Денис Валентинович Мантруф и вся команда участвуют активно в продвижении франчайзинга в нашей стране, в том числе оказывая содействие в проведении мероприятий, в том числе в региональном развитии этого направления, и с пониманием того, что франчайзинг включает все сферы практически торговли, и в том числе производственные направления тоже. Есть производственный франчайзинг, который в нашей стране активно тоже развит. Конечно, мы говорили сегодня о Совете Федерации, я не могу не повториться и уже как бы не сказать о том, что, наверное, только за один год календарный была проведена целая серия мероприятий, где франчайзинг звучал, и сегодня я была, честно сказать, очень довольна и счастлива как представитель бизнеса, когда представитель Сайта Федерации, Федерального собрания Валентина Ивановна во время пленарного заседания отметила роль франчайзинга как одного из важных в развитии вопросов, которые стоят перед страной, экономики, малого предпринимательства. Форумы наши национальные, которые мы проводим, где секция франчайзинга обязательно присутствует. Евразийский женский форум, на котором наша ассоциация активно принимала участие, проводился под патронажем Сайта Федерации. Форум в Новокузнецке по промышленности тоже как бы франчайзингу было уделено серьезное значительное значение. Форум, который проводили непосредственно Российская ассоциация франчайзинга при поддержке всех структур Совета Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Москвы, непосредственно Галина Николаевна Карелова. Тоже надо отметить очень высокую значимость и активность участия Галины Николаевны в поддержке этой темы. Я думаю, что это только начало, поскольку даже во время Совета, который мы проводили по социальному франчайзингу в Совете Федерации, очень плотно обсуждались возможности по взаимодействию бизнеса, по взаимодействию бизнеса с НКО, по взаимодействию бизнеса с государством, по региональному развитию и по предоставлению именно инфраструктурно наиболее правильных решений по различным отраслям от франчайзинга. Мы активно работаем с корпорацией МСП. К сожалению, сегодня нет представителей корпорации, не смогли присутствовать, но будучи в рабочей группе с момента основания мы сумели наладить очень плотное взаимодействие и работу. И портал «Бизнес-навигатор», который, вы знаете, является очень действенным, эффективным инструментом по развитию бизнеса, включает каталог франшиз, там вот все наши аккредитованные франшизы есть, пожалуйста, познакомьтесь, и бизнес-планы. И могу вам с гордостью тоже сообщить, вот на Питерском форуме, только вот, да, недавно он прошел, на заседании по малому и среднему предпринимательству с Александром Арнольевичем Броверманом, там был целый ряд тоже очень таких спикеров настроенных на развитие малого и среднего предпринимательства, звучали слова франшизы от каждого спикера. Но самое интересное, что вот мы совместно с корпорацией МСП и с ВЭБ продумали, и я думаю, что она будет активирована, программа тоже по развитию малых городов, моногородов. То есть, мы ожидаем мер поддержек в этом плане от финансовых институтов, от регионов, в свою очередь, Российская ассоциация франчайзинга предоставила возможности франшизных компаний. У нас есть целый список, это вот сейчас 12 компаний, которые подключились к этой программе, и они готовы предоставить либо специальные условия льготные на франшизу, на роялти, либо специальные модели, и сегодня тоже вот наши коллеги об этом скажут, для малых городов, там, где инвестиции будут уменьшены по открытию бизнесов до 50, возможно, до 70 процентов. Это очень серьезная тема для развития регионов, это вот как одна из тоже вот программ, которые мы делаем. Еще с корпорацией МСП мы разработали, я считаю, что это тоже очень хорошо на перспективу образовательный модуль, и этот образовательный модуль будет активирован на территории всей страны в регионах именно по франчайзингу. То есть вот знание все-таки тоже сила, да, безусловно, когда это на системном уровне, не только ассоциация такими организациями, ведомствами, как корпорация МСП с соответствующими компетенциями будет проводиться, это тоже даст определенный импульс и поддержит. Наряду с корпорацией МСП действительно идет очень такая активная плотная работа с правительством Москвы и с региональными правительствами, но я по правительству Москвы не могу не отметить в данном случае наше тоже взаимодействие. Безусловно, ну, Москва, вы знаете, что является таким, наверное, драйвером по развитию разных направлений, в том числе, конечно, по франчайзингу. И сегодня вот выступление нашего мэра Сергея Семеновича Собянина, такое яркое, активное, показывающее направленность Москвы на решение многих социальных вопросов, и в том числе франчайзинга. И здесь тоже могу сказать слова благодарности, потому как форум, который мы проводили, он входил в неделю предпринимательства в Москве, это конец мая, и правительство Москвы лично, Сергей Семенович, активно поддерживали это направление, форум международный, и разные направления по развитию франчайзинга, по развитию предпринимательства в Москве были освещены. В рамках недели предпринимательства впервые стартовала номинация франшиза в конкурсе «Прорыв года». Я не знаю, вы слышали об этом или нет, но это очень серьезная такая тоже история, когда было задействовано 9 номинаций и социальное предпринимательство, и мама предпринимателя, и многие другие, и в том числе по инициативе ассоциации номинация франшиза года. И я вам хочу сказать, я получила истинное удовольствие не от самого конкурса, понятно, я была рада, что этому направлению уделяется такое серьезное значение, а тому дню, когда мы рассматривали уже финалистов вот этого конкурса, притом всех, все 9 номинаций. Ну, во-первых, я вне зависимости от франшизы яркий, разного возраста, но очень активный, профессиональный, в разных совершенно направлениях. Это и цифровые технологии, это и абсолютно как бы вот такие хозяйственные какие-то бизнес-проекты, это и хостелы, это и образовательные, и спортивные, совершенно разные, но в каждом проекте есть абсолютно четко высокий уровень продукта, как проекта, и высокая конкурентноспособность в плане тиражирования этого продукта, тиражирования. Вот это мне очень понравилось, и процента 80 финалистов, порядка 30 человек, говорили о франшизе. Либо у них уже есть франшиза, либо они думают, задумываются о том, чтобы ее открыть, потому что успешно, хорошо, все просчитали, делают. Ну и, конечно, наши ребята, красавцы, как я говорю, которые представили номинацию франшизы года, там было 4 финалиста, один лучше другого. Победителем оказался Руслан Баширов, это чемпионика, это сеть футбольных клубов, они представлены у нас как экспоненты на нашем вот здесь вот стенде, на ярмарке франшиз. Это, мне кажется, очень интересная такая концепция. Уже 550 школ таких, за несколько лет молодые ребята организовали прекрасную такую вот структуру, которая позволила открыть целую сеть социального бизнеса, оздоровительного, спортивного в различных регионах страны и уже за рубежом. Ну, в общем, было приятно, что действительно вот франшиза, она как такой здоровый глоток воздуха, как такая шикарная возможность, которая вот она здесь сейчас, она представлена. Ну, если говорить еще о взаимодействии с правительством Москвы, оно у нас очень плотное, очень такое системное, и я думаю, что я уже могу анонсировать, поскольку уже прошли пост-релизы в СМИ о том, что правительство Москвы будет предлагать, уже разработано, будет внедрять меры поддержки, программу по мерам поддержки по франчайзингу. Я очень рассчитываю, что это произойдет в ближайшем будущем, там буквально, наверное, в течение ближайшего месяца, и там мы ожидаем, что будут, как и написано, соответственно, уже от правительства Москвы, до 35% компенсации на оборудование. Я считаю, что это очень серьезное, такое, в общем-то, имеет значение. это, безусловно, возможность малым предпринимателям просчитать еще раз свои бизнесы и открыть новые предприятия, масштабировать свои бизнесы в Москве. Я думаю, что это, когда произойдет, будет очень хорошим тоже примером для других регионов. Вот, если нас сейчас слышат, прошу обратить на это внимание руководство регионов и вот тоже имплементировать такого плана поддержки. Ну, я на самом деле могу много говорить о взаимодействии с различными нашими коллегами, партнерами, потому что оно, вот, знаете, есть разные подходы, некоторые говорят, ой, все плохо, вот, этого не хватает, этого нет, этого нет. Ну, естественно, жизнь, она такая, что не все хорошо, мы с вами это прекрасно понимаем, вот, и в мире не все везде благополучно, но если как бы есть вот действительно хорошая какая-то такая идея, хорошая концепция, и если есть возможность ее хорошо осуществить, а еще и получить определенные, как говорится, в этом плане поддержки со стороны бизнеса, общества, со стороны экспертных ассоциаций, со стороны органов государственной власти, надо этим пользоваться, надо быть позитивными, задавать вопросы, стараться не делать ошибок и идти вперед. Ну, я сейчас в целом так как бы тему обозначила, будут еще, наверное, там дальше комментарии и с моей стороны, безусловно, выступления моих коллег, друзей, ну вот какие мы хотели бы все-таки вот меры на дальнейшее предложить для органов государственной власти, что-то уже, как мы говорили, да, реализовано, что-то еще, как говорится, наверное, требует определенного подготовки и подхода. Значит, ну, мы считаем, что необходима, конечно, в дальнейшем такая единая дорожная карта в различных регионах, которая будет создаваться именно по успешным социальным франшизам. Мы считаем, что для формирования кластера действующих социальных предпринимателей было бы хорошо иметь единую доступную информационную среду по социальному франчайзингу. Наверное, образовательные курсы, вузов, основы франчайзинга и социальное предпринимательство были бы полезны. Образовательные мероприятия по социальному франчайзингу для предпринимателей в регионах. Это проводится, но мы сейчас говорим о системном уровне с поддержкой. Безусловно, для ускорения развития сети социальных объектов необходимы с нашей точки зрения финансовые меры поддержки. Эта тема, еще раз, не очень популярная, когда ты говоришь об этом с официальных трибун, но мы не можем не сказать, мы бизнесмены и мы понимаем. В то же время, мы, конечно, понимаем озабоченность соответствующих ведомств и органов государственной власти, и финансовых институтов, потому что, ну, для того, чтобы избежать каких-то злоупотреблений и так далее. Ну, вот с этой точки зрения мы считаем, что всегда можно сделать систему прозрачной, проверяемой, контролируемой и, может быть, в некоторых случаях ретроспективной, когда уже произведены какие-то инвестиции и, соответственно, потом все это, безусловно, легко и можно прописать и проверить и поддержать таким образом предпринимательство. Ну, это в том числе, как мы говорили, компенсации или субсидии на оборудование, значит, как вариант, компенсация на разработку социальных российских франшиз, которые уже показали себя успешными, достойными, но разработка франшиз тоже стоит определенных средств, поэтому вот компенсация на это, возможно, была бы тоже полезной. И, конечно же, льготные какие-то, может быть, условия для аренды, ну, мы знаем, что для социальной сферы есть такие условия, но в то же время мы с вами знаем, что не всегда эти условия соответствуют тем, которые нужны для образования или для медицины. Вот, нам нужны соответствующие этажи, не подвальные, а те, которые нужны, нам нужны соответствующие метражи и так далее. Поэтому вот как-то, если будет дальнейший поворот в эту сторону в регионах и так далее, мне кажется, что в районах городских и так далее будет тоже возможность развивать эту сферу. Ну, и мы, как бы, часто говорим о том, что хорошо было бы вообще освободить от НДС отдельные виды франчайзинговых платежей, понимаем, что в настоящий момент эта история малодостижимая, но не говорить об этом мы не можем, поскольку получается, как бы, двойная история по франчайзингу, и во многих странах мира вот эти платежи не проводятся. Поэтому, может быть, к какому-то периоду вот соберется достаточно данных, и мы своим сообществом эту тему как бы уже более усиленно обозначим и ее добьемся. Вот, если говорить о мировом сообществе, я несколько слов позволю здесь себе тоже добавить, как-то, может быть, надо было мне про это сказать, что наша российская ассоциация франчайзинга, она, ей уже больше 20 лет, то есть мы молодые, но не настолько уже зрелые достаточно, охватываем, естественно, всю страну, являемся членами Мирового Совета по франчайзингу уже много лет, и входим в стратегическую группу по франчайзингу, то есть мы занимаем очень активную позицию в мировом сообществе, по сути говоря, формируем с коллегами основные странами мира повестку по франчайзингу, и вот недавно форум прошел в Мадриде, где мы подтвердили как бы все наши полномочия, и в том числе обсуждали вопросы социального франчайзинга. Год назад мы провели Мировой Форум и Мировой Совет впервые в истории нашей страны прошел у нас в России, более 30 стран, более 30 руководителей национальных ассоциаций по франчайзингу приехали к нам, знаете, как все флаги едут к нам, ну, в условиях санкции и так далее, это, в общем-то, достаточно серьезный тоже, мне кажется, такой индикатор, ну, отношение к нам, безусловно, отношение к нашей стране и интереса к нашему бизнесу, интересу к взаимодействию по франчайзинговому направлению. Вот, в этом плане франчайзинг, безусловно, имеет определенные приоритеты и как бы находится в какой-то улучшенной ситуации по сравнению, мне кажется, с другими бизнесами во всяком случае, потому что, по сути, франчайзинг не имеет границ. Во франчайзинге важно, чтобы была хорошая бизнес-модель, финансово успешная, востребованная в том или ином регионе. И дальше, как бы, интересно именно интегрироваться, предлагать франшизу или покупать франшизу. То есть, вот здесь такое мощное, как бы, в хорошем смысле, бизнес-лобби, оно вот имеет место быть. Ну, и вот, буквально сейчас, вот я уже упоминала, прошел в мае 28-29 форум по франчайзингу, международный форум, и выставка Москово-франчайз-экспо, где тоже присутствовали порядка 10 международных делегаций, в том числе руководители соответствующих ассоциаций Франции, Китая, Италия и так далее. Вот, поэтому мы являемся абсолютно такими сильными участниками вот этого франчайзингового рынка, и мы можем и предлагать свои франшизы, и мы можем рассчитывать на то, что там наиболее интересные франшизы зарубежные с удовольствием придут в наши тоже, в наши регионы, не только вот, да, в столице, а в регионы. В этом плане интерес есть. Ну, предложение по резолюции. Вот то, что сейчас я обозначила, это как бы те пожелания наши, которые мы излагаем и на реализацию которых мы рассчитываем. Ну, если как бы сконцентрировать по предложениям по резолюции, можно как-то так более, наверное, коротко. Это, в первую очередь, обеспечение формирования на федеральном уровне правовых условий и методических решений для развития франчайзинга социальных услуг. Оговорюсь, что законодательство по франчайзингу у нас достаточно хорошо развито, и одно из лучших законодательств в мире по франчайзингу у нас договор коммерческой концессии, 54-я глава Гражданского кодекса. Но вот моменты, связанные с обеспечением защиты торговых знаков и так далее, над этим можно работать. Выявлять эффективные практики социального предпринимательства в регионах с целью поддержки последующего создания франшизы и тиражирования на федеральном уровне. Это хорошая тоже история. И здесь, я думаю, что мои коллеги могут об этом сказать. И Юлия, я не сомневаюсь, я знаю, что активный опыт уже наработанный, тоже как бы поделится своими знаниями. И создать доступную единую информационную среду для предприятий по социальному франчайзингу, чтобы это была единая. То есть много разных, они многие эффективны, но чтобы единая была среда в мире цифровых технологий, я считаю, что мы просто обязаны делать так, чтобы быть эффективными и идти на шаг вперед вообще сообщества. Ну и в заключении как бы своего выступления я постаралась что-то сказать из официальной даты, что необходимо сказать, где-то неформально с вами пообщаться, но еще как бы мы будем это делать. Франшизы решают ряд социальных задач, вместе с тем они должны развиваться, быть прибыльными и успешными. Для активного развития необходимо привлекать меры государственной поддержки. И, безусловно, мы считаем, что учитывая высокий интерес и дальнейшее развитие, к 2025 году социальный франчайзинг может вырасти как минимум в два с половиной раза, это при самом ну таком скромном, наверное, подходе, вот, и, соответственно, открыть достаточно большое количество объектов и создать как минимум 100 тысяч дополнительных рабочих мест по этому направлению. Я благодарю вас за внимание. Постараюсь передать микрофон следующему спикеру. Мне мои коллеги сказали, что я не представилась. Президент Российской ассоциации франчайзинга, президент АОБРП и Баскин Робинс Агнеса Осипова. Пожалуйста, рада буду ответить на все ваши вопросы. Следующий спикер нами любимая Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда «Наше будущее». Юлия, вам слово. Спасибо большое. На самом деле, разрешите представиться. Фонд «Наше будущее» это та... Во-первых, фонд это частная организация, мы развиваем тему социального предпринимательства с 2007... Простите, пожалуйста, повторяю. Фонд «Наше будущее» это та организация в России, которая с 2007 года начала развивать тему социального предпринимательства. Мой частный фонд, учредителем которого является Вагит Юсуфович Олег Перов. По сути, это корпоративная социальная ответственность одного физического лица. Наша деятельность никоим образом не связана с деятельностью Лукойла. Могут быть, есть и будут, наверное, хорошие партнерские программы, о которых, если будет интересно, я вам расскажу. Но суть не в этом. Когда мы стали заниматься темой социального предпринимательства, на каком моменте вообще возникло желание скрести тему социального предпринимательства с франчайзингом и вообще что общего, и почему мы сейчас об этом так активно говорим. Собственно, наша задача в 2007 году была в принципе найти социальных предпринимателей в России. Это было достаточно сложно сделать, потому что никто не понимал, что это такое. Ну и, по крайней мере, фонд «Наше будущее» сделал, наверное, первую попытку к тому, чтобы это понятие как-то для себя определить. А чтобы определить, опять же, нам помогли конкурсные механизмы, которые были запущены с целью популяризировать тему и дать возможность людям, предпринимателям самоидентифицироваться в соответствии с теми критериями, которые мы для себя обозначили. И вот, начиная с этого года, наша популяризация этой темы привела, в конце концов, к тому, что уже обсуждаются поправки в закон 209 ФЗ, связанные с тем, чтобы ввести туда определение социального предпринимательства, дать определенные критерии. И я думаю, что для фонда «Наше будущее» социальный эффект всех наших действий, творений, он, в общем-то, выражается в том, что эта тема обсуждается на всех уровнях, на всех этапах, во всех регионах, и каждый выражает определенное, понятное отношение к тому, что социальное предпринимательство это определенный, но не определенный, это однозначно, драйвер развития экономического, как нашей всей России, так и, соответственно, конкретно взятой территории. Опять же, критерии, с которыми мы подошли, фонд «Наше будущее» к определению этой темы. Мы для себя решили, что социальные предприниматели прежде всего должны руководствоваться социальной миссией, они должны своим проектом предлагать лучшие решения, связанные с изменением качества жизни. Но качество жизни это достаточно высокая категория, я думаю, на том этапе нам было и всем было бы понятней решать какую-то острую социальную проблему. А палитра острых социальных проблем достаточно разнообразна от региона к региону. И мы, соответственно, сформулировали социальную миссию того проекта, которые нам были интересны. Мы определили, что все-таки, если это из сферы предпринимательства, значит, это должны быть проекты с устойчивой финансовой моделью. Соответственно, они должны быть как минимум самоокупаемыми. Это второе требование. Третье требование – должно быть какое-то инновационное решение предложено в этом проекте для того, чтобы эту острую социальную проблему решить. И еще один механизм, который, наверное, нас сейчас с темой франшизы свяжет, это возможность тиражировать хорошие проекты, которые решают какую-то острую социальную проблему в другие регионы. И тут мы понимаем, что есть еще один критерий – возможность тиражирования. Но развиваясь, фонд продвинулся намного дальше. Сказал, что самым эффективным инструментом в тиражировании таких лучших практик есть франшиза. Но для того, чтобы эта франшиза была реализована и самодостаточна, нужно этому проекту социально-предпринимательскому доказать свою финансовую устойчивость и прибыльность. Потому что, прежде всего, приобретать франшизу будут только в том случае, если она будет давать минимальный уровень доходности, рентабельности проекта с понятным алгоритмом действий. Ну и, собственно, фонд «Наше будущее» впервые, выбрав из той палитры… А, про конкурс я говорила, как мы обозначили критерии социального предпринимательства, и в рамках нашего конкурса, который у нас был запущен в 2007 году, по сей день, мы выбираем и финансируем лучшие практики, предоставляя беспроцентное финансирование. То есть фонд «Наше будущее», помимо всего прочего, еще своими пилотными проектами стал разрабатывать те инструменты, которые необходимы в качестве инструментов поддержки для социальных предпринимателей. И, собственно, проект «Больше, чем покупка», который мы реализовали совместно с «Лукойлом», это проект, нацеленный на демонстрацию возможности с бытовой поддержки социальным предпринимателям, которые уже готовы представить рынку какой-то свой уникальный продукт. Для этих целей мы совместно с «Лукойлом» представляем продукты социальных предпринимателей в мини-маркетах автозаправочных станций «Лукойла». И на сегодняшний день это уже более тысячи автозаправочных станций, где можно увидеть продукцию социальных предпринимателей. Это, на самом деле, очень эффективная форма популяризации, необходимости с бытовой поддержки для социальных предпринимателей. И, соответственно, вот, наверное, наш проект «Больше, чем покупка» гипотетически может быть тоже упакован во франшизу. Ну, то есть все проекты, которые реализовывают фонд, они во времени находят подтверждение и, соответственно, перенимаются различными институтами развития. Больше скажу, сегодня говорили о формах поддержки для социальных предпринимателей. И те формы поддержки, которые сегодня в качестве резолюции Акнесса и Арнольдовны были предложены для того, чтобы это стало обсуждаемым и реальным фактом. Как раз Агентство стратегических инициатив собирает и создает рабочую группу для того, чтобы сформировать некий агрегатор или интегратор всех институтов развития, которые предлагают те или иные формы поддержки для социальных предпринимателей. И, наверное, я думаю, было бы совершенно уместно включить формы поддержки, о которых вы сказали. Это компенсация 15%, и, соответственно, возможно, какие-то льготы для тех, ну, опять же, по целевым аудиториям. Ну, предположим, пенсионер. Европа, в принципе, насколько я знаю, живет так. Выходишь на пенсию, хочешь иметь определенный уровень дохода, ты, соответственным образом, имеешь право выбрать франшизу, запустить проект и, собственно, увеличивать свой доход. Хотелось бы, чтобы и в России это было возможно. Соответственно, необходимо формировать некую популяризацию, возможность витрину тех социальных проектов, которые были бы доступны людям, ну, скажем, 50+, которые хотят что-то в своей жизни изменить и хотят запустить свой бизнес и стать, в конце концов, социальными предпринимателями. И я думаю, что популяризация уже конкретных кейсов, конкретных проектов, конкретных франшиз было бы совершенно уместно для конкретных целевых аудиторий. Например, дети, которые выходцы из детских домов, они абсолютно не адаптированы к нашей жизни, они много чего не знают, но тоже хотят жить нормально. Поэтому, может быть, предложить им какие-то проекты, которые будут доступны и понятны им, с тем, чтобы тоже иметь какую-то достаточно уверенность в завтрашнем дне. Поэтому вот какие-то такие элементы, они будут требовать, видимо, доработки, адаптации и, соответственно, формирования целевых предложений по франшизам, которые могут быть предложены в том числе и различным целевым группам. Инвалидные, ну, я имею в виду, проекты, связанные с трудоустройством инвалидов, они тоже, в общем-то, достаточно легко упаковываются во франшизу и показывают определенный уровень доходности. Опять возвращаясь к теме фонда, поскольку мы накопили достаточно большой портфель проектов, которые мы профинансировали, что нам позволило сориентироваться в тех зонах, которые решают острые социальные проблемы. Ну, и, соответственно, вот сейчас вы сами мне сможете помочь ответить на этот вопрос. Мы видим, что наибольший удельный вес финансирования, который запрашивает проект, это в основном детские дошкольные учреждения, детские сады. Соответственно, тот период времени, когда фонд начинал свою деятельность, мы говорили однозначно о том, что, ну, наверное, самая острая проблема в России – это нехватка и большая очередность в детские сады. Соответственно, эта проблема начала решаться, стали появляться какие-то решения, которые упаковывались во франшизу. Я думаю, сегодня мы послушаем такие проекты и увидим, что это действительно как ответ. Да, есть спрос, есть предложение. Да, можно упаковать во франшизу, можно повторить и можно сделать. Соответственно, замечательные проекты в сфере медицины, они, конечно, все более доходные, и социальный эффект от реализации этих проектов, он гораздо выше, и эти проекты интереснее. Запустить их просто. Я думаю, что мы сегодня об этом тоже поговорим и услышим какие-то решения. Есть сложности. Фонд «Ташеводующий», что он дальше сделал? Он увидел хорошие проекты, которые можно упаковать. И тут нам в помощь был дан франчайзинг «Интеллект». Это та компания, с которой мы попытались упаковать первые наши проекты для того, чтобы они были тиражируемыми и доступными. Соответственно, с Юлей Викторовной мы осуществили большую работу. То есть мы упаковывали проекты, связанные прежде всего с решением проблемы. Гериатрический центр был упакован во франшизу. Мы с радостью подошли к проекту, который решает экологическую проблему, но, к сожалению, он не состоялся. И для этого есть определенные объективные причины. А для тех, кто собирается решать вопрос, связанный с упаковкой во франшизу, он должен понимать, что есть необходимые и достаточные условия, чтобы этот шаг сделать. Во-первых, это и возраст компании. Потому что компания, которая новоиспеченная, сразу думать о франшизе, но это может быть в стратегических задачах и может быть. Но думать о франшизе нужно, когда ваш проект показывает определенную устойчивость, когда есть тот, кто заинтересован в том, чтобы этот проект продолжить в других регионах. Достаточно много примеров, и я так думаю, что решением, и опять же в резолюцию можно будет заложить такое предложение, как специализированные акселерации для проектов, которые хотят еще и упаковаться во франшизу. То есть обязательно понимать ситуацию, обязательно понимать стратегию развития, обязательно иметь свой собственный бренд и думать о его развитии. И вот, собственно, я думаю, что сегодняшние наши спикеры это подтвердят, и мы тоже подтверждаем, потому что у фонда «Наше будущее» были как положительные, так и отрицательные примеры в упаковке. Упаковали мы детский сад во франшизу, все замечательно, доходность хорошая, рентабельность высокая, но проблема в том, что очень тривиальное название, и, собственно, это название не несет той уникальности, которую франшиза должна содержать и должен демонстрировать бренд, который вы собираетесь продавать и получать за это дополнительную выгоду и дополнительные денежные потоки. Поэтому вот такая вот история, она, скажем, еще достаточно короткая во времени, но она достаточно показательна с тем, чтобы понимать основные тренды развития этой тематики, как социальная франшиза в Российской Федерации. Хороший инструмент для тиражирования, повторения, но на сегодняшний день более эффективно тиражируются и повторяются проекты именно в сфере социальной. Это медицина, спорт. Во-первых, это и национальные программы, которые должны решить определенные проблемы и рассозать ту напряженность в обществе. Поэтому и проекты с уникальной составляющей и достаточно инновационной, и они, соответственно, получают большую поддержку и у нас на слуху и развиваются в первую очередь. Гериатрические центры это достаточно серьезный проект, который требует обязательно вмешательства государства. Это уже формат не франшизы, это формат государственно-частного партнерства. Есть даже решения по поводу детских садов в различных регионах, когда не франшиза, а именно государственно-частное партнерство, когда разделяются рули. Но близость этих понятий в том, что это те же самые консессионные соглашения. На этом я такую вводную часть свою закончу и, наверное, перейдем к презентации, чтобы у вас что я, много или заканчиваю? Очень интересно, поэтому я как-то, да, но тем не менее, основное. Эта презентация будет доступна, если вы проявите интерес, она будет вам отправлена. Просто социальный франчайзинг, это тиражирование социального бизнеса, то, что я вам попыталась рассказать, основная особенность это именно упаковка социальной составляющей. Если мы говорим про социальную сферу, это не факт, что это однозначно решение острых социальных проблем. Где-то есть совпадения, где-то нет. И эти нюансы все отражены в формулировках, которые заложены в 209 ФЗ. Вот новое понятие социальное предпринимательство. Цели, как мы уже говорили, вы все это освоили, лучшие социальные практики в регионы, популяризация социального предпринимательства в России и возможность масштабировать деятельность свою для самих предпринимателей, поскольку дополнительный денежный поток который, в общем-то, говорит о том, что социальный эффект у этого проекта огромный. Ну, соответственно, как мы начинали? Мы начинали, опять же, с конкурсов. Эти конкурсы мы проводили в партнерстве с Российской ассоциацией франчайзинга. Наши проекты и фондовские, в том числе, но они пока были не упакованы, но они участвовали в конкурсах как надежда российского франчайзинга. И, соответственно, эксперты из Российской ассоциации франчайзинга давали свои заключения и голосование народное давало нам понимание, насколько этот проект готов или не готов двигаться дальше с точки зрения упаковки во франшизу. Ну, вот, соответственно, победителями наших конкурсов, который первый проходил в декабре 2016 года, завершился в марте 2017 года. Победителями стал детский сад «Ступеньки». Это тот проект, о котором я вам говорила, с тревиальным названием. «Ступеньки». Таких названий очень много. Поэтому сейчас у проекта есть определенные сложности, чтобы сделать ребрендинг и поменять название. И наш замечательный проект «Обсерверы» это тот проект, который, ну, собственно, сам инвалид, он инвалид-колясочник, у него работают только кисти ног. Инвалидность приобретенная, к сожалению. И вот чтобы оставаться в строю, чтобы быть востребованным, он запускает проект борьбы с недоступностью среды в городе Калининграде. Начинает выпускать коляски, которые преодолевают барьеры, преодолевают ступеньки и, собственно, очень позволяют комфортно чувствовать человеку с ограниченными возможностями в городской среде. Он теперь благоустраивает пляжи для людей с ограниченными возможностями. Роман Аранин, он лауреат премии «Импульс добра» фонды «Наше будущее». И, соответственно, этот проект стал победителем. Мы упаковали его во франшизу. И, соответственно, этот проект был представлен на выставке «Байбренд». Ну, в общем-то, как могли, помогали. Вот, соответственно, выставка «Байбренд» позволила бесплатно разместить экспозицию, стенд, и все было достаточно замечательно и хорошо. В апреле-май 2018 года мы тоже участвовали в конкурсе, отбирали проекты. В номинации «Социальная франшиза» победителями стали проект «Гемотест». Вы сегодня более подробно о нем услышите. «Близкие люди» это сеть социального обслуживания из Нижнего Новгорода, которая тоже пользуется популярностью с точки зрения доступности франшизы, с точки зрения возможности решения острой проблемы региональной. И детский сад «Таистенок» это пермский проект. И вообще хочу про Перм сказать отдельно, что это прям кузницы каких-то региональных замечательных франшиз легких для запуска и, собственно, весьма понятных и интересных с точки зрения инновации и популяризации этой темы. Соответственно, в конкурс в 2019 году тоже проходил Агнесса Арнольдовна про него уже говорила. Поступило 16 заявок из 12 регионов на конкурс «Лучшая социальная франшиза» и конкурс «Лучшая молодежная франшиза». Победителем стал проект «Чемпионика». В конкурсе «Лучшая социальная франшиза ортопедический салон кладовое здоровье Санкт-Петербурга». То есть, если посмотреть, то достаточно много проектов представлено из города Санкт-Петербурга из Нижнего Новгорода и так далее. Ну и, соответственно, международные выставки я уже про это говорила. Какие проекты мы упаковали, кто был представлен на выставке «Байбренд» в 2017-2018 году. Ну и, соответственно, не буду заострить ваше внимание, потому что я кратко рассказала об этих проектах. Презентация вам будет доступна. Вы можете более подробно прочитать про проекты Романа Аранина и про Центр детских аистенок, и про Руслана Баширова, о котором уже Агнесса Арнольдовна говорила неоднократно. Ну, собственно, сдерживающие факторы, которые не позволяют франшизе развиваться весьма эффективно, это сложности с финансовой устойчивостью, потому что не все проекты однозначно финансово устойчивы. Опять же, нужно время, чтобы эту финансовую источность достичь за счет уникальности предлагаемой услуги либо продукта. Сложности с поиском целевой аудитории, которая, собственно, и вынуждает, наверное, правильно позиционировать уникальную составляющую продукта услуги. Текущий франшизный продукт морально устаревает, либо бывают какие-то неточности с подбором названия. Ну и, соответственно, сложности с активным продвижением. И эти все сложности, они наталкивают нас на мысль, что это должно быть как-то закреплено в резолюции, с которой мы должны выйти по результатам нашего обсуждения, ну и, собственно, помочь этой теме развиваться. Ну и возможные решения, которые проработать новое видение продвижения франшизы, добавить стимулирующие факторы для приобретения франшизы различными целевыми аудиториями. Финансовая поддержка франшизы, об этом уже говорили. Акселерация, я об этом уже упоминала в начале своего выступления. Ну и, соответственно, помощь в продвижении франшизы. Наверное, какие-то ярмарки, какие-то, может быть, фокусировки на какие-то тематические франшизы было бы, наверное, вполне уместно. Спасибо вам за внимание. С радостью отвечу на все ваши вопросы, но только после завершения дискуссии. Спасибо большое. Юлечка, как всегда, интересно. Я бы хотела, знаете, вы упомянули франшизу «Близкие люди» из Нижнего Новгорода. Здесь сидит основатель, руководитель. Вадим Носов, можно вас попросить встать? Это как бы интересная очень тоже франшиза, которая как раз-таки помогает ухаживать за старшим поколением, которое нуждается в этом, в том числе на дому. И вот эта франшиза представлена у нас здесь на ярмарке франшиз социальных. Поэтому, если есть какие-то вопросы, действительно, тема очень интересная и требующая такого профессионального подхода. Касательно компенсации по выставкам тоже не могу не прокомментировать. Это тоже, ну, видите, как бы в рамках двух часов сложно всего достичь, но как модератор постараюсь, чтобы мы все успели и все успели выступить. Но действительно, вот такое взаимодействие нам удалось добиться с российским экспортным цирком, и с московским экспортным центром. Значит, в рамках российского экспортного центра есть, уже не первый год проходит, сделаны в России выставки, и происходит компенсация участия в выставках до 50-80% малый или средний бизнес. А сделано в Москве московский экспортный центр, это стопроцентная компенсация по участию. Касательно выставок, таких как «Байбренд», которую мы поддерживаем, или «Москово франчайз-экспо». Мы, в принципе, поддерживаем все профессиональные франчайзинговые выставки и мероприятия. Принято решение правительства Москвы по поддержке и компенсации участникам-экспонентам. Я лично участвовала на этом заседании, где попросила поддержать компанию «Байбренд» и «МТГ». Я с удовольствием предоставляю слово следующему спикеру. Сегодня про Санкт-Петербург уже не один раз говорили. К слову, после Москвы это второй город по частоте продажи франшиз в целом. Ольга Альбертовна Блудовская, президент Сабвэй Раш. Агнеса, спасибо большое. Коллеги, друзья, добрый вечер. Я понимаю, сейчас слушая своих коллег, партнеров по поводу социального франчайзинга, особенно Юлия Анатольевна, понимаю, что кривить душой нельзя. Отнести Сабвэй напрямую к социальному франчайзингу было бы неправильно, но это никак не отменяет тот факт, что наш бренд Сабвэй закрывает многие социальные задачи, безусловно. Например, как Юлия Анатольевна сказала, должна быть закрыта какая-то важная социальная проблематика. Что может быть важнее, чем кормление? Качественной едой, собственно, так что ответственность у нас огромная. Но если на полном серьезе, то я бы хотела отметить, наверное, три основные задачи, которые мы выполняем, говоря о социальной ответственности, о социальной направленности бизнеса. Ну, прежде всего, это образовательная миссия, образовательная задача. Люди приходят во франчайзинг, ну, как правило, для того, чтобы найти там что? Определенную надежность, снижение рисков при ведении бизнеса. Поэтому во франчайзинге у нас в нашей сети достаточно много новых предпринимателей. Для кого Сабвэй и вообще франчайзинговый бизнес оказался первым. И в этом случае, в этом случае я твердо могу сказать с уверенностью, что такой стартап, такой бизнес – это очень интенсивная профессиональная школа взращивания предпринимателей. И, ну, я не знаю, я думаю, что никакой курс MBA с этим делом не сравнится. И мы, как франчайзинговая сеть, мы считаем, что обучение стартовое и дальнейшее развитие франчайзи – это ключевое для успеха нашего бизнеса. У нас обязательный двухнедельный курс обучения любого предпринимателя, будь у него шестой бизнес и возраст 60+, или это первый бизнес у молодого человека. Двухнедельный курс является очным и составляет две недели, из которых 40% времени предприниматель проводит за прилавком. Он общается со своим клиентом, у него есть возможность получить контакт, понять психологию своего покупателя, своего клиента, понять его нужды, а значит, более грамотно выстроить бизнес. Что касается ребят, которые работают у нас, во всех ресторанах Subway, которых у нас более 550, работают около 3000 ребят. Большей частью – это учащиеся молодежь. Порядка 80% из них, а их всего около 3000. И для многих из них – это первое место работы, первое место, куда они трудоустроились. Ответственность огромная. Менеджеров и управляющих молодых людей мы также обучаем в нашем учебном центре бесплатно и уделяем большое внимание тем ребятам, которые стоят за прилавком и получают свою первую школу продаж. Мы абсолютно уверены в том, что если ты научишься общаться через прилавок со своим клиентом, ты получишь такую школу продаж, что в дальнейшем уже будет фактически все равно, что продавать даже себя на первом собеседовании, на другой работе. Поэтому это очень важный аспект, и мы очень ответственно к этому относимся. Агнеса Арнольдовна отметила, насколько важен франчайзинг и его выход в малые города, потому что это не только новые рабочие места и такой ощутимый вклад в локальную экономику, но это еще определенное повышение качества жизни. Сейчас Subway, наша сетка, присутствует в 14 моногородах, если говорить про моногорода. Открываясь там, когда мы интенсивно росли, я серьезно повысила свое знание относительно географии Российской Федерации. И для таких городов у нас, для таких городов и для предпринимателей, кто готов туда выйти с нашей франшизы, у нас есть специальные условия. Но прежде всего мы обеспечиваем эксклюзивное развитие бизнеса в таком городе. Мы оказываем поддержку в минимизации стартовых инвестиций, формируя специальный проект, проект ресторана, который требует по своему дизайну и оборудованию меньших денег, чем среднестатистический. Мы дарим в подарок цифровые современные меню панели, которые достаточно дорогие, но они очень важны для качественного запуска бизнеса. Вот такие вещи, они важны, и мы понимаем, насколько важно смотреть не только на два лидера города, где открываются и развиваются франшизные точки, но и все остальные города России. Ну и, конечно же, я не могу не отметить активную деятельность наших франшизи. У нас около 250 франшизи в системе. И говоря о социальной направленности или социальной ответственности бизнеса, понятно, что такое понятие не заложено по определению просто в бренд, в название бренда. Социальная ответственность бизнеса и бренда формируют те люди, которые работают. Это наши франшизи. И я с гордостью хочу сказать, что многие из них совершенно не по обязательству, не по договору коммерческой концессии, а исключительно по собственной воле очень активны в социальной жизни и участвуют во многих социальных проектах. И если говорить о списке, то список таких проектов, он огромен. Я могу подвести только некоторые из них. Ну, например, это работа и поддержка с больницами, поддержка детей, которые находятся в больницах. Это работа на постоянной основе с центрами творчества и досуга детскими. Это спонсорское участие в строительстве спортивных площадок, шахматных центров. Это все, конечно же, на локальном уровне, но это все в городской среде. Участвовал Сабвэ и многие наши франшизи и в тотальном диктанте, то есть поддерживают национальный образовательный проект, хотя, казалось бы, где она эта связь явная. Безусловно, классика жанра – это спортивные мероприятия на городском уровне. Наши франшизи спонсируют организацию турниров и по хоккей, и по футболу, в том числе для детей с нарушением зрения. Мы работаем и глобально в глобальном проекте с молодежью по продвижению темы фристайла, тем самым продвигая идею в молодежную среду активности, творчества, креатива. Еще одна важная вещь – это работа с детскими благотворительными домами. Например, наш флагманский ресторан в Санкт-Петербурге работает с детским благотворительным фондом «Солнце». Работаем мы конкретно по программе профессионального развития детей-сирот через инструмент корпоративного наставничества. Звучит сложно, но на самом деле все очень просто. Как сказала Юлия Анатольевна, для таких ребят, которые выпустились, и совершенно социально неадаптивные еще, для них крайне важно получить первый опыт. Первый опыт в бизнес-среде, но среде безопасной и доброжелательной. И поэтому те ребята, которые уже прошли такую школу жизни, прошли сначала экскурсию, потом небольшой тренинг, а потом и получили практический курс. Для них, по отзывам от наших коллег-партнеров из фонда «Солнце», мы понимаем, что для этих ребят это абсолютно новый уникальный опыт, это новые знания, это новые знакомства, это первая зарплата. Ну, то есть это те вещи, которые, ну, понятно, переоценить просто невозможно. И работая таким образом, мы понимаем, что наши франчези это понимают, что такая работа, социальная работа, социальная активность, она в краткосрочной перспективе не приносит прироста продаж, она не приносит прироста дохода, но в долгосрочной перспективе выстраивает очень серьезную эмоциональную связь с молодой аудиторией, с молодежью, с их родителями, с их наставниками, а это, в свою очередь, уже ложится в базу для создания лояльности, для создания позитивного имиджа вокруг бренда, что, как понятно, в бизнесе тоже немаловажно. И я на этом, ну, так, мне попросили быть краткой, я краткой готова ответить на вопросы, буду позже тоже. Спасибо большое, Ольга. Ну, 550, да, торговых точек, кафе во всех регионах страны, как вы слышали, в малых городах, в моногородах, на протяжении столько лет. Знаете, когда ты только что-то создал, если это успешно, это легко, наверное, если это успешно только, но держать это на протяжении десятилетий, через кризисы, через все кризисы, это, наверное, тоже дорогого стоит, надежно. И здесь определенная миссия, которая, как бы, ложится на таких первооткрывателей. Оля, спасибо. Следующее слово хотела бы предославить Ирине Абрамовой, руководитель Центра инноваций и социальной сферы Республики Башкортостан. Так, это включено? Включено. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу понять тоже немного целевую аудиторию. Представители регионов, поднимите, пожалуйста, руки. Потому что я хотела бы поделиться именно опытом, как построена работа в нашем регионе. Сейчас мы с вами знаем, что у нас есть национальный проект по развитию предпринимательской инициативы, и мы приняли региональные проекты в рамках этого национального проекта. И там есть такое положение создания пула региональных франшиз, даже есть кипяи по этому поводу. И я бы хотела рассказать об опыте нашего региона, потому что мы смотрим в сторону франчайзинга давно, с 2013 года. Мы точно поняли, что франчайзинг – это реальный способ обучить предпринимательской деятельности или диверсифицировать какой-то бизнес. мы тогда создали центр регионального франчайзинга. И стали, подружились еще тогда с Российской ассоциацией франчайзинга, стали их региональными представителями. И вот мы всегда используем их в профессиональную экспертность очень высочайшего уровня именно в этом направлении. Этот центр мы создали с целью исследования, вообще, чтобы разобраться в пуле рынка франшиз, который тогда был очень часто непрозрачный и непонятный. То есть огромное количество сайтов, которые предлагали франшизы, где критерии – правильная эта франшиза, неправильная эта франшиза. Для того, чтобы исследовать рынок нашего регионального франчайзинга, потенциальных франчайзинга, потому что мы все прекрасно понимаем, что каждый регион имеет свою специфику и свои особенности. Мы провели исследование в нашем регионе тех товарных знаков, которые зарегистрированы правообладателями Республики Башкортостан в Роспатенте. Далее мы создали список потенциальных франчайзеров, которые есть на территории Республики Башкортостан. Это порядка ста компаний, которые, в принципе, вот эти бренды, эти направления бизнеса были бы очень адекватно упаковывать во франшизу. И в результате мы поняли, что существуют франшизы, которые очень хорошо пойдут в нашем регионе, которые совсем не пойдут в нашем регионе. И вот я хотела бы рассказать о некоторых франшизах, которые сейчас у нас действуют, наши региональные, которые являются очень успешными. Прежде всего, это система кафе быстрого питания, здорового питания, пышка. То есть у них сейчас 88 торговых точек, 32 франшизи. Вы знаете, они у нас в регионе очень успешно конкурируют с шоколадницей, потому что именно пышка отвечает каким-то запросам, скажем так, местного населения и готовит то, к чему именно житель Башкортостана, допустим, привык. Дальше я хотела бы рассказать о том, что у нас такая потрясающая франшиза есть, агрофраншиза «Башкирский гусь». То есть это начинался как товарный потребительский кредит. «Возьми 100, отдай 20». То есть компания отдает суточную гусят и через 4 месяца потребитель должен, фермер, например, то есть это очень интересный проект, должен отдать не менее 20%, не менее 5,5 килограмма живого веса. То есть в результате этого проекта, этот проект поддержан агентством стратегических инициатив как социально ориентированный проект, и это позволило создать новые рабочие места на селе. Выращено к 2017 году полторы тонны гусиного мяса и более 2000 субъектов малого предпринимательства смогли заработать и вырастить продукцию для себя. То, что касается именно чисто новых франшиз, вы знаете, очень перспективное направление для регионального франчайзинга это мастерские, особенно гончарные мастерские. Вот мастерская Кулибин у нас успешно развивает франшизу внутри нашего региона и сейчас уже открыта точка в Татарстане, в городе Казань. То есть однозначно франчайзин, конечно, это не ответ на все вопросы для малого бизнеса, но это абсолютно точно способ научить предпринимателя очень быстро новичка вести предпринимательскую деятельность. Я очень рада, что сейчас благодаря энергии Агнеси Арнольдовне мы получаем очень большое количество преференций каких-то поддержки именно государства этого направления, потому что, если будет действительно принята программа и российская ассоциация франчайзинга будет аккредитовывать вот эти франшизы и они будут аккредитованы именно в РАФе, то тогда уже потребителю, предпринимателю региона будет очень легко выбирать и, как бы сказать, появится вот такая прозрачная навигация. Спасибо за внимание. Ирина, спасибо большое. Действительно, Ирина, наш давний член команды, когда мы какие-то хотели развивать вопросы в таком замечательном регионе, как Башкортостан, когда проводили там мероприятия, конференции, то, как Ирина могла блестяще собрать бизнес-сообщество привлечь еще всех тех, кто отвечал в этом регионе за развитие предпринимательства, это, конечно, надо иметь такое большое желание и умение это делать. В том числе, когда мы проводили в Уфе, не мы проводили, а мы проводили секции по франчайзингу, да, Шоссбрикс, вот, да, это всегда тоже вызывало очень большой интерес и, на самом деле, вот сегодня говорили о такой конференционной деятельности, о форумах, это незаметная вроде работа, но потом, поверьте, это очень благородная и благодарная работа, потому что потом вот тот отклик, интерес, люди обращаются иногда в ассоциацию, иногда в региональные органы власти, в центры развития бизнеса и так далее, иногда самообучаются, но они приходят как бы к пониманию правильной модели. И, Ирина, спасибо большое за то, что вы тоже отметили, потому что сегодня у нас тема это социальное направление, регионы, мы не можем в рамках двух часов говорить о всех вопросах и проблемах, которые там есть, да, или могут быть во франчайзинге, но то, что, безусловно, мы прошли уже вот эту полосу, когда были лжефраншизы, когда, ну, да, были это недобросовестные, когда пользовались активно, вот, да, какими-то, да, лже-такими возможностями, тем не менее, эти вопросы еще не решены до конца, мы это знаем, а в условиях цифровой цифровизации тотальной можно легко закинуть рекламу здесь или там в интернете, и при определенной доверчивости потенциальных покупателей франшизы, ну, можно дискредитировать тему и, как говорится, потерять средства, поэтому обязательно на всех, как говорится, мероприятиях, которые мы проводим, надо все-таки обращать внимание на то, что, когда вы планируете либо разрабатывать франшизу, у вас хороший бизнес, либо покупать франшизу, обратитесь к экспертам, таким, как вот Ирина, в своей области, у нее несколько даже областей в регионе, или к таким, как Юлия Викторовна, да, в своем регионе и в своих областях, там, в том числе в разработке франшиз, или как наш фонд, в наше будущее, как бы по ее направлению, или в Российскую ассоциацию франчайзинга, уточнить, это действующая франшиза или нет. И, безусловно, у вас есть с франшизой очень простая опция, просто подойти к работающим франчизи и посмотреть, как у них идет бизнес, как давно он открылся, успешен или нет, поскольку здесь потенциальные предприниматели из регионов, ну, не смогла, да, давайте. У нас был такой опыт в регионе, мы с Рафом несколько лет подряд проводили форум франчайзинг регионы, я вот очень, я предлагаю вот эту традицию продолжить и вот во всех регионах запустить вот этот проект, потому что он реально очень эффективный, понимаете, это инструмент популяризации, и для очень многих предпринимателей приходит понимание, чтобы подойти к франчайзингу, вы должны стандартизировать процессы в своем бизнесе, и то есть начните стандартизировать, и только следующим шагом будет франчайзинг, то есть это очень полезное вообще направление, поэтому вот я предлагаю вот этот проект записать как вот, ну, общероссийский. Абсолютно согласна с этим, я думаю, что то, что вот активно Российская ассоциация франчайзинга занималась и продолжает заниматься, просто называется это по-другому, но конкретное проведение форумов в регионах или конференции, или семинаров, оно не только популяризирует франчайзинг и, да, подводит к нему, но и позволяет открывать бизнесы и позволяет держать вот эту планку профессиональную по франчайзингу на том уровне, на котором нужно. В этом плане у нас есть тоже достаточно хорошие перспективы по взаимодействию Российской ассоциации франчайзинга с корпорацией МСП и с Министерством экономического развития. То есть, вот как бы вот эта тема федеральная, да, если мы говорим про Москву или про Санкт-Петербург или про отдельно взятые регионы и города, это, да, региональные, муниципальные и так далее истории, которые мы проводим, но если мы хотим охватить системно в течение года всю страну, то это надо, на наш взгляд, проводить как-то активно с федеральными такими крупными структурами и системно как бы проводить эту ситуацию. Российская ассоциация франчайзинга к этому абсолютно готова. У нас достаточно большое количество экспертов, и в том числе в юриспруденции, таких наиболее профессиональных и грамотных в этой отрасли, которые подскажут и как открыть, и как какие-то вопросы разрешить, если они возникают, так и непосредственно действующих франчайзеров, которые могут рассказать в принципе про франчайзинг, имея большой опыт работы, что мы, собственно говоря, сейчас тоже делаем сегодня. Ну, говорили про разные регионы. Следующий спикер, которого я бы хотела представить, это Евгения Белонощенко. Она сооснователь, основатель уникальной франшизы, которую можно, безусловно, отнести к социальным франшизам. Это образовательная франшиза, это и дошкольная, и далее образование. Она сама это расскажет, 250 точек. Но интересно, что действительно, если говорить про регионы, Самара находится, не знаю, что я про каждый регион знаю, на каком месте он находится, вот так онлайн, но про Самару знаю, на четвертом месте, то есть тоже достаточно близко после Москвы и Питера. Интересная тоже статистика, что если там, допустим, несколько лет назад, в 2008 году, порядка 80 больше процентов концепции было московских, то сейчас количество концепций московских и региональных, ну, не буду называть точные цифры, но регионы уже начинают активно, как говорится, перевешивать в разработке успешных и качественных франшиз, которые имеют национальное и международное дальше развитие. Киня, вам слово. Меня зовут Евгения, моя должность в нашей компании, меня зовут Евгения, моя должность в компании, душа компания, и мне бы, как бы, имею возможность спросить, так как наши боби-клубы находятся в 70 городах России, кто-нибудь вообще знает, что такое боби-клуб? Три человека, это сила. Нет, там много, ползала. Расскажу немножко о том, что мы родились как вообще, как идея, как смысл, мы родились в Самаре, но и нам в следующем году уже будет 20 лет. Самой, честно говоря, не верится, как меня занесло в образование человека, который совсем очень плохо учился в школе, и, может быть, я думаю, может быть, и занесло для того, чтобы создать некую среду, где дети получают удовольствие от школы, и они понимают, для чего они ее заканчивают. Естественно, я думаю, что мы уже за 20 лет стали менять облик российского образования через дошкольное образование. Сейчас у нас малыши занимаются от трех месяцев до семи лет, и мы не остановились на этом, и у нас родители с самого первого выпуска наших малышей, они просили нас о школе. И получилось так, что наши стандарты, они достаточно мощно прописаны во франчайзинге, потому что прежде, чем выйти во франчайзинг, мы владели своей сетью, которая была из 23 клубов. И, имея такой опыт 10-летний, конечно, мы взяли серьезных консультантов, которые описали наши стандарты, но это, конечно, был только такой бледный скелет, потому что все остальное, как бы мясо, кожа, все нарастало именно с опытом франчайзинга, потому что франчайзинг – это совсем-совсем другой бизнес, это как большое государство, в котором, как правило, франчайзи чаще всего недовольны. Но это отдельная тема, очень интересная, но, наверное, не сегодня. И мы выросли не только в детские клубы, то есть мы занимаемся детским и ранним развитием, и мы называем… То есть нас очень часто ассоциируют именно бережное развитие интеллекта, где мы, по большому счету, смысл даже не в наших методиках, можно научить ребенка читать по любому букварю. Мы изменили абсолютно профиль педагога, когда педагог относится гуманно к детям и когда дети рвутся в учебные учреждения. И самое, наверное, наше достижение – то, что клубов много, и не только коллег на этом рынке достаточно. Может быть, они не имеют такие большие как бы сетки, но наше достижение в том, что мы пошли дальше, и мы стали делать сеть школ, частных школ, которые называются «Белая ворона». И за два года мы выросли до 14 школ, и мы понимаем, что то, что уже сейчас происходит в этих школах, когда дети говорят такие вещи, что мы не хотим каникул, и мы не хотим выходных. То есть практически мы не можем. И мы сейчас понимаем, что наши франчези видят некую перспективу. Вот иногда ведь… Что происходит в франчезе? У нас есть франчези, которым уже 10 лет, и, естественно, происходит некая фаза выгорания. Да, это что такое клуб? Это такой маленький заводик. По большому счёту, сейчас мы понимаем, что во всей нашей сети каждый день занимается около 10 тысяч детей. Но у каждого франчези есть свои 100 детей, есть свои 100 родителей, и в какой-то момент происходит такое, что человек хочет расти дальше. И для этого, в том числе, для роста перспективы, мы создали эту школу, и уже наши маленькие клиенты понимают, что дальше у них есть перспектива учиться в такой гуманной школе. Если мы говорим о регионах, то мы понимаем, стоимость бэби-клуба, например, на уровне региона, это стоимость квартиры, это где-то примерно 4-5 миллионов. И мы понимали, что эта цена для региона достаточно высокая. То есть не каждый решится, не каждый… К нам приходят не только педагоги, и к нам приходят очень часто мамы, которые родили ребёнка, и понимают, что не хотят возвращаться в корпоративный мир, и они хотят создать свой детский клуб. И тогда мы пришли и сделали специально для регионов такую франшизу, которую назвали «Бэбек». И она стоит полтора миллиона. Вот это, мне кажется, очень интересное предложение, потому что, по большому счёту, ну, кто знает Москву, есть такой очень дорогой, хороший продуктовый магазин, который называется «Азбука вкуса». И в какой-то момент мы стали наблюдать, что «Азбука вкуса» сделали маленькие такие магазинчики, которые называются «Дели». Товар, вот всё то же самое, обслуживание, просто это такой мини-магазин. И по большому счёту мы сделали то же самое. «Бэбек» — это тот же уровень качества. Дети получат абсолютно те же знания. Но, например, обучение франчизи идёт не очно, а дистанционно. Ну, там много разных моментов, которые мы упростили, но смысл оставили тот же. Поэтому это такое очень хорошее предложение, которое вы можете, в принципе, взять к себе в работу. И также мы поняли, что мы уже выросли за 20 лет и готовы делиться смыслами. У нас мощный корпоративный университет внутри, но мы поняли, что мы хотим изменять образование, и мы создаём университет баланса, в который приглашаем педагогов, которые учатся, ну, то есть, которые работают в других клубах, в других школах. То есть мы готовы делиться знаниями, именно, как мы это называем, педагогической шубой. Поэтому вот наш рост компании… Однажды я слышала такую историю, что у любой компании есть 10-летний цикл. И дальше компания либо закрывается, либо она кардинально меняется. И вдруг я совсем по-другому посмотрела на нашу компанию. Я поняла, что 9 лет мы создавали собственные клубы. И потом перешли на 10-м году во франчайзинг. И вот в этом году нам 10 лет мы во франчайзинге. Получается, нам нужно создавать что-то кардинально новое. И мы сейчас выходим именно в образовательную сферу, когда мы готовы делиться знаниями. Это университет баланса. И вот у нас такой получился прекрасный такой образовательный такой концепт. Но он не совсем законченный, потому что я еще думаю, когда наши выпускники в школе закончат школу, а их обязательное условие окончания школы – это дипломная работа, где они будут очень четко, осознанно понимать, кто они в команде. Потому что у нас есть особые предметы в школе, авторские предметы, которые… Есть предмет, который, например, называется «Пойми себя», есть предмет тайм-менеджмента, есть предмет критического мышления. Обязательным является предмет… У нас есть предметы главные, а есть предметы важные. Так вот, важные – это математика, русская литература. А главное – это предметы «Пойми себя». И поэтому окончание в нашей школе – это он очень точно должен понимать. Он про корпоративный мир и готов реально быть частью команды, каких-то больших систем, или он выходит в предпринимательскую деятельность. И он очень четко понимает. То есть практически это… Мы будем решать ту боль, которую родители понимают, когда дети говорят, что они не знают, куда. И, конечно, как «Вишенка на торте», это должен быть институт благородных людей, так я его в своей фантазии пока назвала, где дети будут учиться всего лишь два года. Я думаю, что сейчас мы все наблюдаем некий крах моих, например, близких людей, когда потрясающие ребята с медалями идут и уходят со вторых и третьих курсов институтов и говорят, нам интереснее работать. Потому что та некая абсурдность уже образования, где три года мы изучаем различные предметы и затем идут два года практики, которые к практике не имеют отношения, ну, все понимают это. Сейчас молодежь, ее невозможно обмануть. И вот если раньше, когда я занималась, по большому счету, социальным предпринимательством, мой папа-купец смеялся надо мной, потому что в то время было принято заниматься купи, продай. Но сейчас молодежь, мало кто хочет заниматься купи-продай, все хотят заниматься социальными бизнесами. Поэтому в нашем институте, который мы обязательно создадим, там, естественно, будет обучение всего лишь два года, где ребята будут выходить сразу в свои предпринимательские проекты. Спасибо. Ну, вы знаете, у нас такие интересные спикеры. Вот я могу не волноваться никогда, когда ассоциации или франчизеры проводят какие-то мероприятия для предпринимателей, потому что это история успеха, история бизнеса. И в данном случае Евгения представила историю много, да, тысячную. 10 тысяч проходит обучение, да, 250, уже три формата деятельности плюс бэбик. Но это еще история двух сердец. У меня вот такой вопрос. Вот вы рассказали про всех детей, а вот про своих собственных. Можете сказать, у вас же, я знаю, не один ребенок. И здесь тоже, наверное, эта тема, на самом деле, да, во франчайзинге, она очень мощная, тоже социальная, потому что она дает возможность мамам работающим продолжать и работу, и, в общем-то, планировать свое время так, чтобы уделять время и семье, и детям. Потом передавать свой бизнес, опять-таки, семье. Кто-то, наверное, из ваших ребят захочет, а может быть, все продолжить ваш бизнес, создать его, понимаете, там, в новом каком-то контексте. Потом социальная тема и франчайзинг позволяют именно женскому предпринимательству развиваться. То есть очень много таких вот интерактивных связочек, которые создают вот такую плотную структуру и в то же время гармонизируют. Экзопери мне нравится, когда ребенок приходит домой и говорит, что у него есть друг с голубыми глазами, и он очень добрый, то родители не слышат его. Но когда он говорит родителям о том, что он живет в доме за 3 тысячи франков, за 3 миллиона франков, родители начинают активизироваться. То есть мы обычно слышим цифры. Я знаю, что я могу выступать и вначале сказать, что я мама пятерых детей, и все сразу отложат айфоны, и они начинают слушать. Но я стараюсь этого не делать. Хочется, как и вот, другим способом. Естественно, этот бизнес, который мы создали вместе с мужем, невозможен без женской и мужской энергии. Абсолютно. Потому что это всегда кособоко. То есть любой бизнес. Это не только прадетский бизнес. И в нашем бизнесе получилось так, что Юрий, сооснователь бэби-клуба, он очень долго работал в финансовых сферах. Но это была только внешняя его жизнь айсберга. На самом деле, всеми вечерами на протяжении 20 лет, и субботы, и воскресенье, мы говорили только об одном, о бэби-клубе. И, естественно, как, у меня 44 года, так сложно сказать, что как девочки, мне бы хотелось одного, самого лучшего бэби-клуба. Больше бы, ну, нормальной девочки. И не нужно. Потому что общения с 100 человек, это более чем достаточно для того, чтобы решать свою какую-то внутреннюю миссию. Вот, что ты делаешь хорошее и доброе дело. Но мальчикам всегда нужно больше. И вот я помню, что когда мы сидели с педагогами, и Юрий нам еще, франчайзинге, и речи не шло никакой, он говорит, вы знаете, у нас будет 100 клубов. Ну, мы так посмеялись над этим. Вот. Но потом Юра стал ставить планку тысячу клубов. Вот. И поэтому мужчине, он всегда, ему нравится экспансион, то есть ему нравится некий захват. Но этот захват должен быть реально качественным. То есть я думаю, что наше такое распространение, оно, конечно, идет, потому что в нас есть мощная миссия, и в нас есть мощное такое, наверное, качество услуги, которые мы предоставляем. И вот это позволяет нам расти. И я думаю, что как раз с новой франшизой Бэбик, я думаю, мы осуществим Юрину мечту. Это непростая работа. Это, наверное, отдельный должен быть семинар о том, как работать с мужем. Вот. Может быть, мы как-нибудь его тоже организуем, потому что здесь очень большая работа женщины. Как говорит мой священник, он говорит, вот есть совет да любовь. Вот кто из них любовь, а кто из них совет? Знаете, кто мужчина, а кто женщина? Женщина – совет, а мужчина – любовь. Так вот, женщина может советовать, но только если мужчина принимает решение дальше слушать ее совет. А у женщины хватает мудрости промолчать и дальше ждать, когда ей позволят дать новый совет. Поэтому первая половина нашей жизни – это была борьба мужчины и женщины. Ну, а когда ты на войне становишься более мудрым, то, конечно, это совсем по-другому развивается. Ну, поэтому это, конечно, тема отдельного разговора. Какой у нас даже в этом плане интересный, да, такой секции и так далее. Вот в этом тоже, да, сила определенная, сила семьи, сила семейного бизнеса и в том числе сила франчайзинга, потому что, как это, может быть, будет не слишком высоко звучать, но во франчайзинге это тоже семья, да, потому что это правообладатель, тот, кто придумал это, он так или иначе делится со своими, да, франчайзи, своим, как говорится, ноу-хау, своим сердцем, своим умом, своим детищем, правильно. Вот, ну, прозвучали, спасибо, Евгения, прозвучали очень интересные тоже комментарии в отношении того, что после 20 собственных бизнесов только, да, собственных предприятий решили сделать франшизную тему, то есть как правильно подойти к разработке франшизы, как правильно ее масштабировать, что о социальном, что о региональном развитии. Юлия Викторовна, прошу вас, вы человек профессиональный, постарайтесь с таймингом уже, да, я знаю, что у вас все получится, и те советы, которые вы дадите, будут и совет, и любовь, и дальнейшее продолжение. Спасибо. Я постараюсь быть четкой, структурированной, но не слышно. Слышно? А я просто буду двигаться. Значит, друзья, я думаю, что к франшизингу отнесется еще и эта фраза Билла Клинтона, который сказал, почти все проблемы уже кем-то решены. Главная задача 21 века – найти работающие решения и их распространить. Вот это то, о чем говорила сегодня и Агнесса Арнольдовна, и Юлия Жигулина, и все мои коллеги за столом говорили о том, что на самом деле в социальный франчайзинг можно создать, можно, что называется, упаковать очень много бизнес-решений. И о том, что социальный франчайзинг на сегодняшний день, он решает проблемы, решив их в одном месте, он начинает их решать в региональном, национальном и, может быть, даже транснациональном масштабе. Я хочу сказать, что я со своими студентами, а я 10 лет преподаю в высшей школе экономики, свой авторский курс «Основы франчайзинга», интерес огромный у студентов к теме, и мы провели такое исследование. Мы выбрали фокус-группу и задали этой фокус-группе первый вопрос. Вы хотите иметь свой бизнес? Люди, 40% из них ответило, хотим иметь свой бизнес. Тогда мы эту группу спросили далее. Скажите, а что для вас будет важно, когда вы будете иметь свой бизнес? Только деньги или деньги и еще что-то? И 60-70% опрошенных ответили, нам нужны деньги и еще что-то. Удовольствие от того, что я делаю, удовлетворение глубокое от того, что я делаю. И тогда мы у этих людей, которые сказали, что не только деньги важны в жизни, мы спросили, ребят, а вот вы знаете про франчайзинг, а что бы вы выбрали? Самостоятельный бизнес или франшизу? И из них 60% ответили, мы хотим франшизу. То есть это те люди, которые готовы купить социальную франшизу и работать по ней. Вот если мы говорим про франчайзинг, всем известная технология ведения бизнеса. Франчайзинг. Что это такое? Деловая репутация, комплекс исключительных прав и коммерческий опыт. Это франчайзинг в классическом, традиционном смысле. Но социальное предпринимательство обогащает традиционный франчайзинг еще и миссиями, смыслами, устойчивый, успешный бизнес и ценность, и вовлеченность каждого социального франчайзи. И тогда это вместе уже создает, мы говорим, формулу социального франчайзинга. То есть обязательно в социальном франчайзинге присутствуют смыслы и миссия. И когда мы делаем, создаем социальную франшизу, то, о чем говорила Юлия Жигулина, у нас есть такой почетный опыт сотрудничества с фондом «Наше будущее». Первое, что мы делали, когда мы создавали социальную франшизу, это мы доставали смыслы, миссию, для чего мы будем тиражировать этот успешный социальный бизнес. Потому что эти миссии и смыслы, они дальше влекут за собой уже очень много вещей, которые позволят социальной франшизе быть устойчивой. И первое, это выбор партнера, выбор единомышленника. У меня вот тема была заявлена Агнеса Арнольдовна такая интересная, что социальный франчайзинг как фактор гармонизации общества. Это вот сегодня мы такую тему определили. И вы услышали от моих коллег, что социальный франчайзинг – это замечательно. Это шикарный способ пойти в бизнес новичку. Это замечательный устойчивый бизнес. Это бизнес со смыслами. Все говорили, включая даже вот Subway, казалось, как Ольга сказала, где Subway, где социальный бизнес. А, казалось, очень даже социальный бизнес. И вот я попыталась в своей презентации вывести о том, что социальный франчайзинг – это не только способ легко войти в бизнес, в эффективный бизнес, получить прибыльное дело в свои руки, прибыльное со смыслами дело в свои руки, но это еще и фактор гармонизации. Как мы услышали на примере Жени Белонощенко, гармонизации семьи. А я вам говорю, я попытаюсь сейчас обосновать, что и гармонизация общества в целом. Вот если мы говорим в принципе, какие риски сегодня выявляют для себя предприниматели. Вот три группы риска – социально-политическая нестабильность, экономические кризисы. И третья группа, как ни странно, определяет все предприниматели. Кризис доверия. Если мы говорим про экономические кризисы, что дает социальный франчайзинг в решении экономических кризисов? Ну, точно снимает социальную напряженность, потому что дает людям в руки дело. Создает новые рабочие места. Повышает налоговое поступление в бюджет. Снижает риски социальных предпринимателей, потому что социальная франшиза, Агнесса Арнольдовна назвала вам статистику, 85% франшиз выживает через 5 лет своей жизни. И социальные франшизы имеют четкий горизонт планирования. То есть социальная франшиза говорит, у тебя в руках алгоритм. Делай раз, делай два, делай три, и ты получишь запланированный финансовый результат. Что решает франшиза в отношении кризиса доверия? А кризис доверия – это вообще серьезная штука, которая говорит о том, что люди не доверяют власти, обществу, не доверяют бизнесу, не доверяют сами себе. И в этом случае социальная франшиза тоже решает эту проблему, тоже разрешает кризис доверия. Каким образом? Выдает лояльность конечного потребителя. Мы, как конечный потребитель, будем точно доверять франшизе Baby Club, а не вновь открытому непонятному детскому саду «Ромашка». Потому что Baby Club – это социальная франшиза. Она уже доказала свою устойчивость и лояльность. Что социальная франшиза, имея в себе смыслы, ценности и миссию, эту миссию прописывает, этой миссией заражает всех своих сотрудников и в эту миссию подбирает в себе, в эти смыслы единомышленников. Промышленников, партнеров франшизы. Все те, кто приобретают франшизу, они становятся партнерами, они точно так же становятся носителями этих ценностей, смыслов и миссии, транслируя ее далее в общество. Мотивация сотрудников социального предприятия. Формирование сообществ. То есть, допустим, опять-таки, разрешите на примере, Евгения, вашего бизнеса, я тоже скажу, что это сообщество. Франшизи Бэби-клуба – это тоже уже отдельное сообщество, которое живет и транслирует ценности Бэби-клуба в окружающий мир. Всегда мы не говорим про лжефраншизы, мы говорим сегодня про добросовестный франчайзинг. Добросовестный франчайзинг всегда открыт, цивилизован, коммуникативен. То есть, это всегда то, что присуще франчайзинговому бизнесу, социальному в том смысле бизнесу. И в конце концов, когда вот эти вот факторы, которые кризис доверия решают, разрушают кризис доверия, возникает наоборот атмосфера доверия, да, вот в этих регионах возникает ощущение комфортности жизни и ощущение счастья. Социальный франчайзинг для начинающих предпринимателей – это всегда осознание миссии, легкий вход в бизнес, минимизация рисков. Это всегда системное обучение, постоянное развитие франшизы. Коллеги не дадут мне соврать, всегда каждая франшиза, она никогда не находится в статике. Каждая франшиза находится в комике. И франчайзер для своих франчизи постоянно разрабатывает, придумывает новые механизмы получения прибыли, новые механизмы совершенствования этого бизнеса, в том числе социальный франчайзинг. Социальный франчайзинг дает системную поддержку, дает коммуникации в среде единомышленников, то есть те, кто купили франшизу, они имеют свой бизнес, но они не одни, они в среде партнеров находятся, в комфортной среде. Синергия интеллекта, те, кто купили франшизу, они не находятся в каком-то униженном положении, что ты свой творческий потенциал зажми в себе, загой себя кандалами и делай раз, делай два, делай три. Мудрый франчайзер всегда услышит гениальные идеи своего партнера франчизи, воплотит их в пользу бизнеса, да еще и мотивирует каким-то образом франчизи за гениальность и за генерацию таких гениальных идей. Юлия Викторовна, дорогое время у нас, к сожалению. Я просто, извините, что вас прервала, но… Я одну минуту и завершаю, да. Это малая толика социальных франшиз, которые сегодня есть на российском рынке. Я хочу сказать, друзья, важно, во франчайзинге важно быть прозрачным, открытым, и правило франчайзинга – это работать win-win. Выиграл – выиграл. Только такое правило франчайзинга в отношении франчайзера и франчизи. И мы в нашей компании долго думали и решили, что мы придумали формулу франчайзинга, мы придумали формулу социального франчайзинга. И я вам ее озвучиваю. Мы считаем, что это тогда, когда 1 плюс 1 будет 11. Спасибо вам. Видите, какие у нас сегодня замечательные, такие философские, мне кажется, такие, наверное, унифицированные, универсальные выводы, формулировки. Юлия Викторовна действительно очень опытный не только спикер, но и руководитель образовательных курсов, создатель. Вот на форуме, который у нас прошел, целые серьезнейшие бизнес-интенсив курсы не только привлекли внимание, но и дальнейших последователей. За 10 минут сложно рассказать обо всем, но такая концентрированная презентация, Юлия Викторовна, и системная. Я, как человек с кафедральным университетским образованием, могу только, как говорится, высоко ее оценить и поблагодарить, и сказать, что заинтересованы, и обращайтесь, и вы, безусловно, получите дальнейшую информацию и так далее. Ну и сегодня я вот с удовольствием предоставлю слово Светлане, это действительно человек, который очень много делает для развития медицинской сферы в нашей стране, директор по развитию гемотест, но хотела бы сказать, вы знаете, вот я слушаю спикеров, действительно такие разные миры, разные отрасли, образование, сейчас будет медицина, вот совершенно, но все равно все это в едином таком социальном аспекте, добра, гармонизации и так далее. И все это, безусловно, социальная сфера объединена франчайзингом. Вот я думаю, что вот правда, она всегда одна, знаете, и когда люди действительно профессионально к этому подходят из души, вот оно так и получается. Один плюс один, получается как-то одиннадцать. Светлана, вам слово. Спасибо большое, Агнесса Арнольдовна. Но мне, наверное, трудно сегодня будет выступать после таких великолепных спикеров, которые рассказали о социальном франчайзинге, наверное, все, что мы могли рассказать за эти два часа. Тем не менее, мне хочется немного рассказать о нашей франшизе, что такое франшиза лаборатория гемотест. С моей точки зрения, это классический социальный франчайзинг. В первую очередь, отрасль медицина — это социально значимая отрасль нашей страны. Это коммерческая медицина, это предпринимательство. И это предпринимательство, которое тиражируется франчайзингом. То есть, я думаю, мы соответствуем полностью критериям отбора социальной франшизы. Компания была основана в 2003 году и за 16 лет, конечно, отточила все технологии ведения бизнеса, которыми мы охотно делимся со своими, с нашими партнерами. На сегодня в компании 660 лабораторных отделений, из них 460 открыты по системе франчайзинга. Наши отделения работают от Калининграда и до Петропавловска-Камчатска. Более того, мы вышли уже в страны Центральной Азии. Мы открыли два отделения в Киргизии и на сегодня открываем отделение в Казахстане. Конечно, наши партнеры-франчайзи, открывая бизнес вместе с нами, получают не просто возможность построить успешный доходный бизнес под известным брендом, но и обретают дело своей жизни и ведут благородную миссию заботиться о состоянии здоровья населения нашей страны. У нас нет жестких критериев при этом отбора партнеров. Мы даем возможность заниматься франчайзингом всем, кто проявляет такую активность, и людям молодого возраста, и лицам уже преклонного возраста. Так, возраст наших партнеров от 17 до 70 лет. И мы гордимся тем, что они занимаются любимым делом с осознанием высокой миссии и живут полноценной, полной удовольствием, наверное, полной реализацией жизни. При этом, как мы понимаем, люди серебряного возраста списываются со счетов, когда речь у нас идет о предпринимательстве. Мы же, в свою очередь, наоборот, стараемся привлекать этих людей в нашу компанию и помогать им создавать бизнес для того, чтобы они могли открыться даже в самых удаленных уголках нашей страны и довести наши технологии до всех жителей Российской Федерации. Ну, я, наверное, не побоюсь спросить, как все, кто слышал, что такое лаборатория гемотест, я думаю, практически больше половины зала, да, знают и получали услуги лабораторной диагностики в нашей компании. И вы все примерно знаете, что мы предлагаем на сегодня на рынок самый широчайший спектр услуг лабораторной диагностики. При этом специализируемся в таких сферах, как генетика, онкодиагностика, иммуно-ацитохимия, патоморфология, когда мы можем точно поставить диагноз по онкологии. И наши предприниматели, наши франчези приводят эти услуги во все отдаленные уголки родины. Открывают свои отделения в малых городах, где численность населения порой 10-15 тысяч человек. Мы, открывая лабораторное отделение там, создаем рабочие места. Это, как правило, минимум одно отделение создает 5-6 рабочих мест. Значит, семьи имеют стабильный доход. А бюджет этого города получает ежемесячные налоговые отчисления и пополняются. Порой это составляет 3-5% от бюджета малого города. Ну и самое важное, что делают предприниматели, открываясь в малых городах, они предлагают услуги мирового уровня лабораторной диагностики жителям малых городов, для которых часто современная медицинская помощь не была ранее доступна. Ну, это наша, наверное, великая социальная миссия, которую мы несем. Кроме того, компания постоянно проводит различные акции для того, чтобы население страны все-таки занималось здоровым образом жизни. Ну, к примеру, мы тут были удивлены, у нас был, как вы все знаете, в прошлое воскресенье День медицинского работника, и компания решила сделать подарок нашим медикам. У нас есть комплекс, который стоит 5300, и в честь Дня медицинского работника мы предложили этот комплекс за 800 рублей. Вы не поверите, у нас в лабораторных отделениях сегодня очередь. Вот у меня сегодня партнер, у которой в Кабардино-Балкарии 7 лабораторных отделений, в Нальчике, в ближайших городах, она высылает фотографии, говорит, это что-то невероятное, потому что, ну, медицинские работники, наверное, не смогут провести, ну, не всегда готовы себе позволить заплатить 5300 за 20 показателей здоровья, и если у них есть возможность, заплатив 800 рублей, получить результаты обследования, посмотреть на состояние своего здоровья, но они были очень рады этому комплексу. Кроме того, мы постоянно заботимся о детках в компании, к примеру, на сегодня работает акция мониторинг детского здоровья, опять же, услуги лабораторной диагностики предоставляются по цене в три раза ниже, чем они стоят реально на рынке. Это социальная миссия, потому что мы должны заботиться о состоянии здоровья населения, мы должны делать все возможное, чтобы люди все-таки были своевременно проверяли состояние своего здоровья, эффективно занимались профилактикой здоровья и вели полноценную, длинную, качественную, продолжительную жизнь. Ну, наверное, так как у меня 5 минут, я уже сейчас закончу, очень приятно было сегодня общаться, такое количество заинтересованных слушателей, и я думаю, что теперь социальный франчайзинг станет всем более понятен, более доступен, и люди, которые приехали из регионов, постараются внедрить у себя те направления социального франчайзинга, которые необходимы. Спасибо. Спасибо огромное. Светлана, ну вы вот все-таки чувствуется, понимаете, медицинская составляющая, вот я тоже медик, по своему основному образованию, и опыту работы длительному, мы можем вписаться в любое время, да, когда вот конференция, но сказать основные месседжи и привлечь внимание к своей социальной франшизе в полной мере. Сегодня выступала на пленарном заседании Вероника Игоревна, министр здравоохранения, и очень много интересного тоже было сказано про развитие медицины, про развитие новых технологий, инновационные подходы, вот, и вот будучи сама дипломированным врачом, вот считаю, что ту роль, которую франчайзинг в медицинской сфере оказал за вот эти годы, она неоценима абсолютно, потому что возможность там создания, которое у нас есть, да, в стране более двух тысяч медицинских лабораторий, да, и возможность диагностики и так далее, это, конечно, особенно в сложные времена было большим подспорьем для нашего здравоохранения, и те возможности, которые франчайзинг предоставляет в регионах в медицинской сфере, конечно, он тоже неоценим. Ну, вы знаете, много можно говорить о франчайзинге, ну, я позволю себе несколько еще, как бы, вот, пунктов осветить. Первое, то, что сказала и Светлана, то, что сказала Евгения, и то, что могут говорить наши другие коллеги, специальные условия для регионов, для малых и моногородов. Обратите внимание, обратитесь к нам в ассоциацию, мы скажем, вот они поскромничали, вот, но я за них скажу, даже вот они здесь сидят рядышком, меня поправят. Сеть школ развития детей детских садов «Бэби-клуб» для моногородов предлагает формат «Бэби-к» для детей от 8 месяцев до 5 лет инвестиции, могу сказать, полтора миллиона рублей, требуемое помещение от 35 квадратных метров. Гемотест, это в разы, гемотест, диагностическая лаборатория для моногородов организует специальная франшиза «Лайт». Стоимость проекта всего 50 тысяч и плюс 50 тысяч оформления, рублей, прошу заметить. Дает возможность работать под известным брендом и формировать потоки пациентов, обучение и проживание для медперсонала бесплатно. В этом списке есть такие компании, как «Близкие люди», «Англичанка», «Прятки в порядке», «Чемпионика», «Инвитро», «Росинтер», «Сабвей», «Баскин-Робинс», «Хомяк» и другие. Поэтому, кому это интересно в регионах, прошу обратить внимание. Следующая информация тоже, на мой взгляд, важная. Не могла останавливать спикеров, потому что, правда, интересно все было. Хотела, чтобы вы тоже услышали, поделились. Это справка об экспонентах. У нас здесь ярмарка франшиз. Долго, конечно, не буду останавливаться на каждом, но тоже обратите внимание. Разные франшизы мы постарались вам представить. Это, опять-таки, и образовательные, такие, как «Бэби-клуб», и «Англичанка», «Чемпионика», «Город», «Полиглотики», в основном лингвистические, «Гемотест», «Инвитро», «Спортивный тонус-клуб». Мы сегодня меньше говорили о спорте, хотя это очень серьезная тоже хорошая составляющая франчайзинга. Андерсон, Баскин, «Робинс», «Близкие люди». Подойдите, может быть, какие-то тоже вы дополнительные информацию непосредственно послушаете, узнаете и приобретете ценные знания. Ну, вы знаете, многое можно говорить. Здесь подвижники все сидят, все люди, у которых действительно сердца горят желанием не только заработать деньги, об этом говорилось, но и привнести в мир что-то хорошее и продолжить как бы эту тему. Поэтому у нас и идет совместная работа и договор подписан с фондом «Нашим будущее». И мы, я думаю, что объединены еще и франчайзинг уверенностью в сегодняшнем дне и уверенностью в завтрашнем дне. Вот о чем говорили, да? Потому что это не просто успешный бизнес, который бизнес сердцем, но это и взаимодействие как семьей, и постоянная работа, модернизация, инновация, совершенство, не инновации, потому что без этого не будет успеха. В этом тоже составляющего уверенности в завтрашнем дне. Ну и чтобы заключить как бы свою часть, я хочу сказать, что, ну, вы знаете, здесь лидеры все, ну, я думаю, что и в зале лидеры, не сомневаюсь, вы пришли за этим, лидеры номер один. Но социальные лидеры, то есть вот то, о чем говорили, когда необходимо социальное общение, необходимо взаимодействие, и в этом тоже суть франчайзинга, когда ту лидерскую тему, которую ты сделал, один плюс один и плюс один и плюс один, ты ее множишь и создаешь как бы в хорошем смысле успешных, правильных, добрых, как говорится, компаний, людей, бизнеса. Вместе мы победим, вместе мы сделаем мир лучше. Спасибо огромное вам, слушателям, спикерам, организаторам за эту замечательную сессию. Я не знаю, если есть вопросы, есть у нас возможность еще взять несколько вопросов или как, мы уже в зале будем, как там, следующая секция, или ее нет, или что? Нет. Есть желание, мы закончили рабочие, есть желание, вот так, или мы поговорим уже вне микрофона, в кругах, в кругах, да? Все, тогда мы ваши. Спасибо большое. Спасибо.